Здравствуйте! В эфире программа «День города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги. И я, Валерий Седов. Ремонт дорог и жалобы на свет. Состоялось очередное заседание правительства. Расследование завершено. Уголовное дело о гибели ребенка в летнем лагере готово для передачи в суд. Туристическая изюминка. Персональная выставка «Резчика по дереву». Партнер выпуска ООО «Рязань Медтехника». Все средства реабилитации от лучших производителей в магазине Медтехника на Есенина 72-2. Инвалидные коляски, каталки, функциональные кровати, ходунки, опоры под спину, кресла-туалеты, ступени с поручнем, сиденья для ванны, прикроватные столики, бескаркасные ванны, велоэргометры, костыли, трости, палки для скандинавской ходьбы, дыхательные тренажеры и многое другое. В магазине Медтехника на Есенина 72-2. Справа от выставочного центра АК. Телефон 51-10-15. 51-10-15. Возможно, доставка оборудования под заказ. Напомню, в области действует особый противопожарный режим. Есть определенные правила и запреты. Нужно контролировать исполнение. Не должно быть костров. Сейчас каждая искра может повлечь серьезные последствия. Прошу глав заняться вопросами противопожарной безопасности. Об этом заявил губернатор Рязанской области перед заседанием правительства. О других темах далее в сюжете. Темой номер один на правительстве стали поручения губернатора Рязанской области Павла Малкова. А именно, дороги в регионах. Так, Шацкий район получил 32,5 миллиона рублей субсидиями. За эти средства отремонтирует больше 4 километров дорог местного значения. Сапожковский район получил больше 15 миллионов субсидиями на капремонт дорог муниципального района. Павел Малков дал поручение строго следить за качеством ремонта дорог. После тема городская. О вывозе поваленных и спиленных деревьев. После непогоды я докладывал, что у нас было 27 деревьев. На сегодняшний день их 95. 81 вывезено. Остальные там 6 спилены, попилены и 8 нам осталось. Я уверен, мы на этой неделе закончили. А так, у нас установлен контакт с ДБГ. Телефон 70 12 93. Люди звонят туда, и мы сразу же стараемся реагировать. Виталий Геннадьевич, я попрошу особо сейчас акцент сделать на том, чтобы максимально удалить все аварийные деревья по городу. И еще раз, эта осень у нас должна стать началом такого глобального озеленения города. Важный момент. В уставе Рязанской области теперь прописано еще одно основание для досрочного прекращения полномочий губернатора. В случае приобретения им статуса иностранного агента. Закончилось же правительство традиционным рассмотрением жалоб из социальных сетей. На первом месте жалобы на ЖКХ. Люди жаловались на отключение света и аварию на водоснабжении. Если на прошлом правительстве губернатор Павел Малков посвятил большое внимание этому вопросу, то сегодня практически ничего не сказал. Конечно, серьезно коммунальные аварии повлияли на комментарийный фон. Я полностью понимаю, разделяю. Коллеги, здесь жду доклада по причинам и по выводам по тем авариям, которые у нас сейчас были. Второе место традиционно занимают дороги. Особенно рязанцы просили об аварийном ремонте на мосту Черезаку. Тройку лидеров замыкает тема благоустройства, а именно ремонт тротуаров. По окончанию доклада Павел Малков отметил, что все выявленные проблемы сразу передают в работу органам власти, чтобы оперативно реагировать. В уголовном деле о гибели подростка в летнем лагере в 2023 году поставлена точка. Напомню, в момент трагедии было возбуждено одно уголовное и три административных дела. Как итог, несколько подозреваемых в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенных группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть человека. Нарушений хватило еще до злополучной игры, говорят в региональном следственном комитете. Детские спортивные сборы организаторы решили провести близ озера Святое Спасского района Рязанской области. При этом круглосуточной охраны здесь не было. А сам лагерь располагался в местности, где обитают дикие животные. Что любопытно, ограждений, как и охраны на территории, тоже не было. Также не было обеспечено надлежащее медицинское обслуживание несовершеннолетних, прибывающих в детском лагере. Установлено, что 12 июля 2023 года в результате ненадлежащей организации спортивного мероприятия подросток получил травму головы. Но, несмотря на жалобы на плохое самочувствие, для осмотра медицинским работникам несовершеннолетний направлен не был. Скорую медицинскую помощь обвиняемые не вызвали. Более суток подросток находился на территории лагеря без необходимой медицинской помощи. Вечером 13 июля 2023 года несовершеннолетний был госпитализирован в медицинское учреждение. Однако спасти его не удалось. Через несколько дней подросток скончался. Следствие собрало достаточно доказательств, чтобы обвинительное заключение было утверждено и дело передали в суд для рассмотрения обвинения по существу. Клуб любителей резьбы по дереву – место, на которое далеко не все могут обратить внимание. А здесь свои работы выставляет Александр Зимин практически эксклюзивно. Мастер сам проведет экскурсию и расскажет о своей деятельности. При неспешной прогулке по улице Новослободска можно заметить интересную вывеску. Резчик по дереву Александр Зимин создал уникальную выставку в нашем городе. Около полутора тысяч работ разместились на выставке резьбы по дереву. Ее хозяин Александр Зимин последние 40 лет занимается работой с деревом. Удивительно, что это просто его хобби. Профильного образования резчик не имеет. Еще в прошлом веке директор бывшего профильного училища номер 9 предложил ремесленнику открыть свой музей. Постепенно идея воплотилась в жизнь. А вот мою выставку называют и туристической изюминкой. Клянусь, вон там. И неоднократно пишут. Вот в это время придешь к тебе, лишний раз улыбнешься. Вместе с выставкой функционирует и клуб любителей резьбы по дереву. Мальчишки и девчонки старше 13 лет могут научиться делать из куска дерева интересные вещи. Фигурки любимых героев, ложки, игрушки. Главное в этом – желание, отмечает Александр Зимин. Сам он творит в любых местах, где настигнет вдохновение. Везде. И в автобусах, и в электричках, и в поездах. И даже в самолетах резал, клянусь. Вот приезжаю там куда-нибудь на пляж, сажусь, чик-чик, есть какая-то вещишка. Так что это дело – желание. В его коллекции маски, шаржи, портреты политических деятелей и даже образы святых. Самая большая работа находится в церкви Казанской иконы Божьей Матери в Константиново. Она около трех метров в высоту. Роберт Рождественский. Старый муж. Это Святая Мария. И Иван Креститель. Такие вот пироги. Увидеть эту самую туристическую изюминку может любой желающий в доме по адресу Новослободская, 20. Выставка бесплатная. Двери открыты абсолютно для всех. Анастасия Арт, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Конец июня и начало июля ознаменовались жаркой погодой. Во многих регионах зафиксированы и, главное, ожидаются новые температурные рекорды. Не исключение и Рязань. Такой жары не было последние 134 года. Синоптики фиксируют рекордные показатели на термометрах. Пик жары придется на сегодня, 2 июля. Воздух прогреется до 32 градусов. Осадков не ожидается. Специалисты утверждают, что может быть обновлен суточный рекорд 1890 года. Даже для макушки лета это аномальная жара, превышающая норму климата почти на 10 градусов. Мало того, возможен повтор либо падение температурного рекорда 1890 года, когда московские метеорологи зафиксировали плюс 31,9 градуса. То есть, такой жары 2 июля не было последние 134 года, пишет ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В Москве, Подмосковье, а также в нашем регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Лучше не находиться подолгу на улице, пить больше чистой негазированной воды и воздержаться от интенсивных физических нагрузок днем. К выходным станет чуть полегче. Жара пойдет на спад. Кстати, вчера в России было зафиксировано 28 температурных рекордов. В Херсоне, например, было плюс 35,9 градуса. В Чите плюс 34,1. В Пскове плюс 34,3. В Петербурге 33,2. В Орле 31,5 градус. Средняя месячная температура по прогнозам синоптиков превысит норму климата на 2-3 градуса. Норма июля для Москвы и близлежащих регионов составляет ночью плюс 12,15, днем 23,26. При этом синоптики заявляют, что не ожидается рекордно жаркого месяца. Погода не будет близка на ту, что была в июле 2010, когда воздух прогревался до 38 градусов и на протяжении всего месяца температура не опускалась ниже плюс 30. В ту пору выпало всего 13% осадков от нормы. В июне температура воздуха трижды превышала аномальную для этого месяца отметку плюс 30, а средняя месячная температура на 2,5 градуса превысила норму. Июль принял горячую эстафету июня. При этом не исключены сильные краткосрочные ливни в конце этой недели. От этой аномальной жары страдают не только люди, но и братья наши меньшие животные. Наша съемочная группа узнала несколько лайфхаков, как четвероногим друзьям помочь. Об этом далее. Когда столбики термометров достигают высоких отметок, возникает риск теплового удара. В аномально жарких условиях очень важно защитить питомцев. Причем в зоне риска не только собаки на выгуле, но и те, кто постоянно пребывает в душном помещении. Для последних и вовсе тепловой удар может закончиться летальным исходом. Уберечь своих любимцев от перегрева и помочь им перенести жару в комфортных условиях все-таки можно. Причем ряд рекомендаций будет универсален для любого вида питомцев. Самая, наверное, первая рекомендация в такую жару – это ни в коем случае животных не оставлять на солнце, не оставлять на прямых солнечных лучах, не оставлять на лоджии, которая нагревается намного быстрее, чем вся квартира. И, конечно, им обеспечить доступ в какие-то прохладные места. Если в квартире нет кондиционера, оставлять открытым санузел, потому что там всегда прохладнее. А также желательно, чтобы у животного в такую жару было много мисок с водой. А еще лучше наполнить тазик прохладной водой. Так животное сможет смочить лапы и умыться, спасаясь от перегрева. Ветеринарные врачи отмечают, что плоскомордые породы собак и кошек хуже переносят жару из-за особенностей носоглотки, которые участвуют в терморегуляции животных. Бесшерстные любимцы тоже нуждаются в особом уходе при высоких температурах. Связано это с тем, что у длинношерстных и короткошерстных собратьев потеют только подушечки на лапах. А вот, например, у сфинксов и левкоев все тело. Такие породы кошек в жаркую погоду стоит протирать влажной тканью и одевать в легкую светлую одежду, чтобы животное не обгорело. Однако купать в прохладной воде на постоянной основе в качестве меры от перегрева специалисты, впрочем, настоятельно не рекомендуют. Можно смазывать животному полотенцем голову, подмышки, чтобы его охладить. Нельзя ни в коем случае животное брать и поливать холодной водой или запихивать его в холодную воду. Просто от перепада температур может отказать сердце. А также очень классная штука – это мокрое полотенце, расстеленное на полу. Собака, кошка, да и любое другое домашнее животное с удовольствием на нем разляжется и будет охлаждаться. Собаки и кошки адаптированы к высоким температурам гораздо хуже, чем к низким. Именно поэтому нужно учитывать и время выгула. Ведь если температура воздуха плюс 30 градусов, асфальт раскален практически до 60. Во время такой прогулки животное может повредить подушечки лап. Отдельные рекомендации дают специалисты и автолюбителям, которые путешествуют со своими четвероногими друзьями. Очень многие животные гибнут, будучи оставлены в машине в такую погоду всего на несколько минут. Тут машина нагревается до огромных температур. И поэтому оставлять собак в автомобилях с неработающим кондиционером в такую погоду нельзя, даже если вы просто там буквально отошли на заправке кофе попить. Вялость, тошноту и отказ от еды в период пекла нужно расценивать прежде всего как тепловой удар. В этом случае питомцу нужно немедленно перенести в прохладное место и по возможности обратиться к ветеринару. Конечно, стоит смотреть, чтобы был доступ к воде обязательно. Причем собаки и кошки и другие животные в такую погоду очень любят разливать свои миски, чтобы устроить лужу, в которой лежать. Поэтому стоит следить, чтобы питьевая вода все равно стояла. А вот оставлять недоеденный корм больше, чем на 4 часа, не стоит. Лучше, если в жару четвероногого друга будет ждать свежая порция. Кроме того, все активности с питомцами лучше отложить до наступления прохлады. Игры и прогулки будут полезнее для вашего любимца, когда погода немного понизит градус. В утренние часы или в вечернее время. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова